Тургеневская библиотека В данный момент в Москве, в большом городе Не имеет места проживания Государственные площадки, к сожалению, закостенели Не пускают нормальные всякие авторскую песню, джаз, фольклор и так далее Коммерческие площадки не устраивают музыкантов Потому что там перед сценой люди едят прямо им в лицо Ну и вообще, в целом, очень много некоммерческой музыки в городе Которая вдруг неожиданно находит идеальную концертную площадку Именно в библиотеке Обратите внимание В Москве открылось сначала прямо несколько коммерческих клубов В которых был при этом книжный магазин, читальный зал Ну вы все знаете там Сначала издательство АГИ делало целую серию таких клубов Сейчас Билингвык, Гиперион Наличие книг гарантирует очень правильную публику И для концертов тоже Давайте с вами включим следующий Да, вот он, это концерт На том концерте Это концерт памяти барда Александра Литвинова Студенчество в основном пришло На этом концерте настолько не помещался народ в зале Что последний вошедший пристегнулся к вот этим вот перилам С той стороны страховкой на поясе К чему все это приводит? Давайте следующий кадр Вся эта молодежь вдруг открывает Что оказывается в читальном зале Тургеневской библиотеки Есть интернет И он абсолютно бесплатен Кроме того, они узнают, что там есть кафе Где можно проводить утро, когда они пропускают свои занятия Ну там, например Тут же висят афиши И оказывается, что в Тургеневке богатейшая культурная программа С киноклубами, диспутами, встречами И так далее, и так далее Ну И дальнейшая концертная программа А иногда и платная Вот вы знаете Недавно здесь выступал Барт Великий Русский Михаил Щербаков Он первый раз за год выступал в зале В котором не надо платить аренду больше 30 тысяч И при этом никто не чавкает во время его концерта Он был абсолютно счастлив Михаил Щербаков Это любимый поэт Поэта Дмитрия Быкова Ну то есть вот такая сложная связь И так далее Каким образом осуществляется финансирование Вот смотрите Государственное есть финансирование Да Сами все знаете Неэффективность, коррупция и так далее И так далее Есть финансирование коммерческое Циничный оскал капитализма Ужас, ужас, ужас Сегодня ты играешь в фьюжн Завтра ты никому не нужен А есть еще третий вид финансирования Называется общественный Он очень сильно распространен в Европе У нас слабо распространен Потому что слабое гражданское общество Но у нас тоже были примеры Когда общественные движения То же самое КСП У них же была проникновенность концертной сетки Вплоть до райцентра Сейчас этого ничего нет Все это можно воссоздать на базе библиотек Ну, собственно, последний кадр Я заканчиваю свою презентацию Здесь, в сквере Прямо на фоне Тургенева Проходил большой двухдневный фестиваль Музыка в деталях Участвовал весь цвет Российской импровизационной музыки Традиционной музыки И барды были И Леша Архиповский Лучший лаишник в мире И так далее, и так далее, и так далее Приходите на концерты Приходите в библиотеку Все, спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok